Саратовская земляка 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 Согласен. С одной стороны, я с вами согласен, но предвосхищая ваш этот момент, я скажу, что с 1 января 2019 года аэродром допущен до круглосуточных полетов, установлено светотехническое оборудование на основную полосу, поэтому, несмотря на то, что у нас пока действительно нет ангара, мы не можем согревать воздушные суда, нам требуется время для разогрева и поднятия ангд вторых. Вот, да, это у нас пока минус, но мы идем в этот вопрос. Менять об этом говорить, потому что вот эта наша стеснительность, она приводит к тому, что здание единственное, которое здесь сохранено на протяжении 56 лет, как вот оно стоит, и хорошо, если только линолин меняется, а больше ничем не перерастает. И, скорее всего, даже это здание поставили в ознаменовании того, что здесь учился летать Гагарь. Потому что если в 61-м он полетел, в 64-м его поставили, это здание построили, значит, ждали, что заедет. Планировали, думаю. Вот об этом. Поэтому давайте поговорим о проблемах. Я не случайно в главе района сказал о том, что не нужно здесь единственное у нас такое учебное заведение для и студентов, для молодежи, для курсантов притеснять. Тем более, когда речь ведут о том, что вот эти вот земли понравились вокруг, и хочется их застраивать. Неправильно. Поэтому мы должны первые вам обеспечить статус, статус охранной зоны, статус вообще объекта историко-культурного наследия, причем уже профессионалы, пускай определяются. Это какой будет статус? Региональный, федеральный, местный. Но в любом случае такой статус должен быть, потому что первый космонавт мира здесь учился летать.